Второй тест, который принципиально по своей структуре не похож на тест Пайта, это тест Голдфильда-Кванта. При проведении теста Голдфильда-Кванта на условную гетероскедастичность предполагается, что есть некоторая переменная, от которой зависит эта самая условная дисперсия ошибок. Для проведения этого теста требуется предположение о нормальности ошибок, зато в отличие от теста Пайта, тест Голдфильда-Кванта применим для выборок небольшого размера. Процедура теста Голдфильда-Кванта следующая. На первом шаге мы сортируем наблюдения по предполагаемому убыванию условной дисперсии. То есть, если вы предполагаете, например, что у вас разброс прибыли предприятия зависит от численности персонала, то, соответственно, вы должны отсортировать ваше наблюдение по численности персонала. Если вы предполагаете, что расходы домохозяйства на продукт питания зависят от количества людей в этой семье, то, соответственно, вы должны упорядочить домохозяйство семьи, которые попались в вашу выборку, от самых многочисленных до самых малочисленных. То есть вы сортируете наблюдение по тому фактору, который, по вашему мнению, влияет на условную дисперсию ошибки. После этого вы выкидываете небольшое количество наблюдений посередине. На практике иногда берут 20%, но с точки зрения сухой математической теории можно выкинуть любое количество наблюдений. Делается это для того, чтобы подчеркнуть разницу между дисперсией верхней части выборки и нижней части выборки. Соответственно, вы предполагаете, что в верхней части выборки у вас находятся объекты с более высоким разбросом, чем в нижней части выборки. После этого вы оцениваете вашу модель, которую вы хотели, отдельно по первой части выборки с предположительно высокой дисперсией, эпсилон условной, и оцениваете эту же модель, которую вы хотите, по нижней части выборки, то есть по той части выборки, где вы предполагаете небольшую условную дисперсию эпсилон и того. То есть вы оцениваете две вспомогательные регрессии. Оценив две вспомогательные регрессии, вы в каждой из них считаете RSS, сумму квадратов остатков. RSS1 в первой, где предположительно дисперсия эпсилон и того условная велика, и RSS2, где предположительно дисперсия эпсилон и того условного мала. После этого вы считаете F-статистику по формуле RSS1, деленной на его степени свободы на n1 минус k, где n1 — это, соответственно, количество наблюдений в первой вспомогательной регрессии, n2 — количество наблюдений во второй вспомогательной регрессии, а k — это количество объясняющих переменных, включая единичку, в вашей регрессии, то есть количество параметров, оцениваемых. И при верной H0 в тесте Голдфильда-Кванта, так же, как и в тесте Уайта, нулевой гипотезой проверяемой является гипотеза о гомоскедастичности условной, а альтернативной гипотезой является гипотеза о гетероскедастичности. Так вот, при верной H0 при гомоскедастичных эпсилон итах эта дробь имеет F-распределение с n1 минус k, n2 минус k степенями свободы. Соответственно, это позволяет проверять гипотезу H0. Как ее тестировать? Вы считаете значение F-статистике, если оно оказывается больше, чем F-критическое, то, соответственно, H0, гипотеза об условной гомоскедастичности, отвергается. Если значение F-статистики оказывается небольшим, то ничего противоречащего H0 мы не наблюдаем, и, соответственно, гипотеза H0 о гомоскедастичности не отвергается. Давайте проведем тест Голдфильда-Кванта для нашего примера. Вернемся к нашему примеру с спросом на мороженое, и на примере покажем, как проводить тест Голдфильда-Кванта. Соответственно, исследователь оценил количество покупаемого мороженого по разным киоскам, и предположил, что это зависит от средней цены мороженого в данном киоске, от количества, от величины ассортимента, то есть сколько разных видов мороженого продается, и от расстояния до ближайшей остановки от киоска. И, соответственно, исследователь хочет провести тест Голдфильда-Кванта на гетроскедастичность, то есть проверяемая нулевая гипотеза о гомоскедастичности, о том, что дисперсия ε и тэх при фиксированных регрессорах постоянно, и альтернативная гипотеза об условной гетроскедастичности, то есть о том, что условная дисперсия ε при фиксированных регрессорах непостоянна. Будем проверять по-прежнему на уровне значимости 5%, и проведем тест Голдфильда-Кванта. Для проведения теста нам нужна следующая информация. Количество наблюдений 200, и в тесты Голдфильда-Кванта, в отличие от теста Уайта, нам надо предположить, по какой переменной имеет место зависимость от гетроскедастичности. То есть нам нужно поделить наблюдения на две группы. Группу наблюдений с предположительно высокой условной дисперсией и группу наблюдений с предположительно низкой условной дисперсией. И, к примеру, исследователь предположил, что величина дисперсии, условный ε и тэх при фиксированных регрессорах, что она зависит монотонно от расстояния до метро. Ну, если киоск рядом с метро или рядом с какой-то остановкой общественного транспорта другой, то, соответственно, можно ожидать, что там бывают какие-то пики, когда приезжает много пассажиров, когда там рабочие дни, там, больше. А если киоск удален от остановки, то, соответственно, там, скорее всего, можно ожидать меньший разброс ε и тэх. Соответственно, исследователь предположил, что условная дисперсия зависит от d и тэх и зависит отрицательно, то есть с ростом d и тэх, с ростом расстояния до остановки, дисперсия условная ε и тэх падает. Поэтому исследователь поделил всю выборку из 200 наблюдений на 80 наблюдений, где d и тэ мало, на 80 наблюдений, где d и тэ велико, и оставшиеся, соответственно, 40 наблюдений посередке он просто не учитывал. И оценил модель по первой части наблюдений, получил в ней RSS 1 равное 210. По вот этим 40 наблюдениям никакую модель не оценивал. По 80 наблюдениям, где были самые большие d и t, он оценил ту же самую модель и получил RSS 2 равный 120. И, соответственно, на основании этих данных нам нужно проверить гипотезу о условной гомоскедастичности против H альтернативной об условной гетероскедастичности. Как нам провести тест Голдфильда Кванта? Тест Голдфильда Кванта устроен просто. Нам надо взять RSS 1 поделить на количество наблюдений в первой регрессии минус количество переменных оцениваемых минус k, поделить на RSS 2, деленный на количество наблюдений во второй построенной оцененной регрессии, минус количество параметров в модели. В нашем случае мы получаем 210 делить на 80 минус 4, и тут 120 делить на 80 минус 4. Вот ради того, чтобы это сокращалось, как раз специальные берут одинаковое количество наблюдений в двух частях выборки, и у нас, соответственно, получается 210 делить на 120, получается 1,75. Это наблюдаемое значение статистики Голдфильда Кванта. Ну, соответственно, теорема у нас есть за кадром, которая говорит, что при верной H0, при верной H0, при верной гипотезе о гомоскедастичности условной, статистика Голдфильда Кванта имеет f распределение с n1 минус k, n2 минус k степнями свободы. То есть в данном случае это f распределение со степенями свободы 76, 76. У f распределения два параметра степеней свободы. График функции плотности f распределения имеет примерно такой вид. Нам нужно найти здесь f критическое. f критическое мы можем найти либо по таблицам, либо дав команду vr. Нам нужен квантиль, нужна квантиль f распределения порядка 0,95 со степенями свободы. Первая степень свободы равна 76, вторая степень свободы равна 76. Если мы дадим такую команду vr, то мы получим вот это самое f критическое, и у нас f критическое, оно оказывается равным 1,46, f критическое 1,46. А наблюдаемое значение статистики Голдфильда Кванта оказалось равно 1,75, то есть где-то здесь. f критическое делит область возможных значений статистики Голдфильда Кванта на две части. Часть, где h0 не отвергается, то есть там, где разница между RSS в предположительной части выборки, где дисперсии велики, и RSS в той части выборки, где предположительно дисперсии малы, если они не очень сильно отличаются, статистика будет около одного. Но вот у нас 1,75, это оказывается существенно дальше, чем 1, и здесь мы получаем, что h0 отвергается. Значит, в нашем случае тест Голдфильда Кванта приводит нас к тем же результатам, что и тест Уайта, вывод h0 отвергается. То есть в наших данных имеет место условная гетероскедастичность. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok